Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Озвучиваем голосом вопросы, которые на нашем сайте. Вопрос 4067 из 30 тома «Открытым оком». Как могли распознавать отшельники и явления, кто к ним явился, ангел или демон? Я читал, что если с крестом, то это вестник от Бога. Ну тогда почли бы сомневаться, кто изображен, почему монахов так часто особлазнял дьявол? Ответ. Вы перепотали явления со сном. Это Ян Костян говорит, что во сне дьявол не может показать крест. Определить можно по делам, стеряясь по писанию. Враг подошел ко Христу и просил излишества камни сделать хлебами. Просил сотворить чудо, броситься с высоты и просил поклонения себе. Вот эти пункты в деятельности его так и остались. Ни одна петля им не выброшена. Второй кореньфянам. Что бы ни сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Монахов потому так и особлазняли просто и часто, что они поставили себя в условия, где без дьявола они уже делали то, что ему угодно. Они удалились от благовестия и в ту же пропасть загоняли всех, кто с ними сталкивался. Если было видение, где некто говорил, чтобы идти в монастырь в дебре, или на месте явленной иконы строить храм или монастырь, это всегда был канонический выверенный эпизод. Это только от Бога, и это все чисто и свято. Монахи же никогда и ни в чем не старались дьявола проверять строками Библии, ибо мало кто ее знал. Но вот, если сказано было выйти из Кели, оставить свою пещеру и пойти в мир, тут даже самый неопытный монашечек точно знал, что это только от дьявола. Выковырнуть монаха из его коморки было практически невозможно. Они так были научены по всем своим потерякам и лавсаикам. За две тысячи лет не было ни одного видения им, чтобы идти и благовествовать о Христе. Что мир погибает без евангельской вести. Они даже на горизонте ни разу не видели такого видения, деяния. И была ночь видения Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, и говоря, приди в Македонию и помоги нам. И Павел сразу же пошел, ибо там ждут люди, им нужно рассказать о жертве Христа, о его воскресении. Вот видение Петру, деяния. Он видение ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему. Видит отверстое неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. О чем оно? О том, чтобы он шел и проповедовал людям о Христе. И ни Павел, ни Петр не подумали даже, что это дьявол им явился и зовет не просто в мир, а в дальние места. Дьявол не может звать на разрушение ада. И неоднократно апостолу Павлу были подобные явления, и ни разу по сей день никому не пришла столь самосбродная мысль, что это было искушение демона, деяние. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Деяние. А когда пришли из Македонии силой Тимофей, то Павел побуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление и увидел его. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. Монахи же все здесь истолковали бы в свою сторону. Идти? Да как же тогда с нашим безмолвием, с нашим созерцанием и молитвой за весь мир? Вот так, вот как монахи судят о видениях. Некий юноша, попросив отца своего, вступил в монастырь, в котором начал усиленно подвязаться, удивляя настоятеля своей строгой жизнью. В скором времени стал он проситься в пустыню на отшельническую жизнь. Добившись наконец разрешения, отправился в пустыню и поселился в одном месте. Там он прожил в отшельничестве 6 лет, никого не видя. И вот однажды приходит к нему дьявол в виде старца Авы. Лицо у него было страшное. Брат, увидев его, испугался, пал лицом на землю и стал молиться, а потом встал. Дьявол сказал, помолимся, брат, еще. Они помолились и когда кончили молитву, дьявол спросил его, сколько времени живешь ты здесь? Шесть лет, отвечал брат. Так дьявол сказал, ты сосед мой, но я только четыре дня тому назад узнал, что ты живешь здесь. Моя келья недалеко отсюда, 11 лет я не выходил из нее. Вышел только сегодня, узнав, что ты живешь по соседству. Я подумал, схожу к этому человеку Божию и побеседую с ним о пользе душ наших. Скажу ему, что отшельничество наше не приносит нам никакой пользы, так как мы не причащаемся святых тела и крови Христовых. Не сделаемся ли мы чуждыми Христу, если удалимся? От этого. Выделите, где оно? Ну вот оно где, вот оно где, где. От этого тайства. Видишь, как, мечется и не возьмешь. В трех милях отсюда есть монастырь, сходим туда в воскресный день, причастимся телу и крови Христовым и возвратимся в наши кельи. Свет понравился брату. Когда наступил воскресный день, они отправились вместе в тот монастырь, вошли в церковь и встали на молитву. По окончании молитвы брат не нашел того, кто его привел. Стал искать его, спрашивать у братьев, где тот старец, который вошел с ним в церковь. Они отвечали, мы не видели никого, видели только тебя одного. Тогда брат понял, что это был демон и сказал сам себе, смотри, с какой хитростью дьявол извлек меня из кельи моей. Но все же я пришел для доброго дела, причащусь тела и крови Христовых и возвращусь к келью мою. Так он и сделал. О лесте, так ли она безобидна, строительство 12-13, по благословению патриарха Алексея II, тираж 15000, Москва, 2000 год. Как монах узнал, что явившийся старец есть демон? Вопрос именно об этом говорится. Как узнать? Не обманывай же. Я должен такой материал достать, который принять могут. И дальше другие материалы. То есть, ну материалы разные. Не увидел его рядом. Вот уже процесс ведьм готов. Когда и где кто слышал, чтобы дьявол звал церковь причаститься? Ничего в зме не просил, не поворожить, ни как экстрасенсы, не полечить. И ни одного места ссылки на писание. Никогда нету монахов, когда они прятались от благовестия. Вот отрывок из Святия Петра Афонского, умершего в 734 году. 12 июня Магомед Мухаммад, умер в 632 году. Сто лет уже мусульманства, а монахи все продолжают гробить силы христиан. Гробить, уничтожать. Теперь миллиард ждет часа, когда с христианством расправится. Попал в плен, молился святой Николе. Святому Николе пришел за этим пленным Петром Семен Богоприимец. Исполнишь ли свой обет, сказал ему святой Симеон, быть иноком и проводить добродетельную жизнь? Да, владыка, отвечал Петр. С помощью Божией исполню. Святой сказал, если обещаешься выполнить это, то можешь беспрепятственно выйти отсюда и идти, куда пожелаешь. Ни одно из препятствий не может удержать тебя здесь. Тогда Петр показал святому свои ноги, скованные железом. И лишь только святой Симеон коснулся оков золотым жезлом, железо торча же растаяло, как тает воск в огне. После этого Петр встал на ноги и, увидев темницу открытой, вышел и последовал за святым Симеоном и Николаем. Когда они были уже в Неграде, Петр, обдумав свое положение, сказал, «Не во сне ли происходит все то, что я вижу?» Тогда святой Симеон, обратясь к нему, сказал, «Почему ты явно творимую тебе милость Божию признаешь за сон? Разве ты не хорошо видишь, где ты и кому следуешь?» Сказав себе, святой Симеон поручил святому Николаю Петра, который и последовал за святителем. Сам он отправился в утестистые места, проходя многие болота, пропасти леса, пока не нашел для своего обитания одну весьма темную пещеру, где было множество гадов и даже бесы. Сколько претерпел там преподобный напасти от бесов и сколько перенес бедствий, сказать невозможно. Затем дьявол стал другими способами искушать преподобного. Так он принял вид одного из отроков Петра, служившего ему, когда он был в мире воеводой. В образе этого отрока дьявол пришел к преподобному и припал к нему, желая поцеловать святого, будучи исполнен мерзости. Затем плача стал говорить, «Мы слышали, господин наш, как ты был взят на войне, отведен в Самару и там заключен в ужасную темницу, и как Бог молитвами святого отца нашего Николая освободил тебя из этой темницы и привел в греческую землю. Узнав это все мы, твои домашние плача и рыдая, всюду тебя искали и обходя многие города и селения о тебе расспрашивали. Не нашедши и не узнав, где ты находишься, мы вознесли усердные моления со слезами к святому Николаю, чтобы он открыл нам, где ты, наше сокровенное сокровище. Прибываешь. Святой Николай, скорый всем помощник, не призрел наших молитв, но открыл нам все относительно тебя. И мы, рабы твои, возрадовались. Я же, предваряя всех, поспешил к тебе, господину моему. И ты, восставь, возвратись в свой дом, чтобы увидали тебя все, желающие видеть лицо твое, и прославили о тебе Бога, чудесно избавившего тебя и от уст и плена. А безмолвие же не печалься, так как и там находятся монастыри и удобные места для безмолвия отшельников. И ты можешь поселиться в твоей обители, где пожелаешь. К тому же и сам ты рассуди по справедливости, что лучше любит Бог из двух. Что лучше любит больше Бог? Что любит? Ударение-то сделай, куда надо. Что лучше любит Бог из двух? Отшельничество в пустыне, в ущельях, горь, приносящая пользу только для себя отшельника, или житие богоугодного и богодухновенного мужа, своим учением многих обращающего к Богу и наставляющего на путь спасения. Поистине, второе лучше. Как свидетельствует сам Бог во Святом Писании Ремея. «Если извлечешь драгоценно изничтожного, то будешь как мои уста. Ведь ты знаешь, что в нашем городе многие погрязли в оглубине страстей и требуют такого человека, который был бы в состоянии призвать их к покаянию. Тебе, Господин мой, будет определено большее воздаяние от Бога, если ты, пришедший, обратишь их к Богу». Прямо все говорит, так как. Отрок пришел. Лучше, чтобы другим сказал это место, ой, это от дьявола. Вот самое главное-то. Написано от дьявола. Да. «При этом и нас, рабов твоих, всем усердием, любящих тебя, зачем презираешь...» Со всем сердцем. Со всем сердцем, любящих тебя. Зачем презираешь, удаляясь от нас и скрываясь в пустыне? «Теперь же оставь это место и иди в мир, чтобы принести пользу многим, ведь и источник воды, находившийся близ тебя, высох, по повелению Божию, чтобы перемерли от безводия все звери, устрашившие тебя. Охотник, следя за оленем, увидал тогда, направо от зверя, ногого мужа с густой бородой, с волосами, доходящими до чресел, тело которого обросло ими, как у зверей. Увидев преподобного, охотник страшно испугался и бросился бежать назад. Тогда святой Петр, заметив, что охотник устремился назад, возвал к нему громким голосом, говоря, «Брат, почему ты боишься и бежишь от меня? Ведь и я такой же человек, подобный тебе. А небесовское привидение, как ты, подумал, возвратись и подойди ко мне, и я расскажу тебе все о себе, так, как тебя послал мне Господь». Удивился охотник, слушая рассказ святого, ужаснулся и с умилением сказал, «Теперь я понял, что посетил меня Господь своей милостью. Он сподобил меня узреть тайного своего угодника, тебе, Отец. От сего дня всегда пребуду с тобой, раб Божий». «Да не будет так, чадо», — сказал ему на это преподобный, «ты сначала возвратись в свой дом и испытай себя. Можешь ли ты выполнить постнические и отчельнические подвиги? Оспытай себя так, воздержись от мяса, вина, сыра и масла, и прежде всего от жены, имущество свое раздайнищим, прилежно молись и пастись, испытывая себя с украшенную душою. Так проведи год, и по прошествии его приди ко мне, и что угодно будет Богу, то придется тебе исполнить». По пришествии года охотник вместе с двумя иноками и своим братом отправились на корабле и остановились против того места, где было пребывание святого Петра. Вышедшие из корабля, они прямо пошли в верхнюю пустыню, по дороге к месту, где обитал угодник. Охотник, побуждаемый горящей любовью, опередив всех, поспешил к пещере. Он нашел преподобного отца, лежащего мертвым на земле. Руки его были сложены крестообразно на груди, благообразно закрыты очи, и остальные части тела честно опрятно. Увидав это, охотник ужаснулся, и инпальшина тело преподобного стал сильно рыдать, когда спутники охотника пришли и увидели такого дивного мертвеца и друга своего, плачущего над ним. Считать такие жития по неволе, может человек прийти к выводу, что монахи есть самые главные враги распространения благой вести о Христе. Если мудрость свыше отличается от земной тем, что она не предвзята, всегда только беспристрастна, а иначе она будет уже бесовской, и зная, что жития писали сами же монахи, то вполне резонно предположить, что не все искушения демонские записаны, соблазны и видения, какими теперь дьявол трепал дьявол-монашескую братью по пустыням и по монастырям. И если бы им были даже ежедневно такие видения и явления, как апостолу Павлу, то они бы их все перелицевали тотчас же в видении Петра Афонского и этого затворника, которого едва возможно было вывести даже для причащения святыми христовыми тайнами. А бы наставники, эти многожильные и многопрофильные геронты-старцы изгалялись над свободой, великим Божьим даром, как хотели и бесконтрольно, и в полном смысле манкуртов и зомби готовили вместо себя. И на первом месте всегда у них было ни под каким видом, никогда, ни даже в мыслях не покидать своего убежища. И судя только хотя бы по этим вышеуказанным двум примерам, можно догадываться, что были и ныне иные тысячи видений, не попавших в жития из-за контролеров-цензоров, самых проверенных монахов, пропитанных духом молчальничества и затворничества. Быть может. Быть может, соблюдая иерархию, Бог, ангелы, человеки, Бог убеждал этих гигантов упрямца выйти на свидетельство мира во Христе, сначала через человеков, потом через ангелов, и затем сам приходил к ним не раз. Но они открещивались от посланных, били их, называя сатаной, и изгоняли из мысли, не допуская, чтобы это было от Бога. От Бога только наказ Аавы, которым они служили бессмысленно в полном послушании его капризам и самодурству. Если и волос не падет с головы без ведома Бога и без его воли, то исчезновение во всей вселенной такого сонно-пустынников есть прямое доказательство, что именно сам Бог и Егова вымел их, как противящихся распространению благой вести. Слово истины, противников самому Христу и Духу Святому, римлянам написано, благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Монахи препятствовали нести благую весть, придумывали борьбу с выдуманными ересями и были изничтожены Богом все, перво-фессалоникийцам, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют миру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Монашество находится в обольщении и дьявольской прелести и гордыне, когда препятствует нести благую весть в мир своим чернолистцам, принимая это обольщение за Божье откровение, второ-фессалоникийцам, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Все себя наименьшими называют рабами рабов, если же в самом деле таковыми себя мыслят монахи, то и надо подражать наименьшему Павлу, Ефесянам. Мне наименьшему из всех святых дана благодать себе благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. Противящиеся истине Христовой или уже похулили Духа Святого, или находятся в пограничном состоянии к тому. И если они самого Христа признавали заобладаемого нечистым Духом, то что говорить об ангелах или человеках, которые желали, чтобы свет евангельский воссиял всем на земле, для чего и нужно благовестие нести людям. Иоанна 8, 49. Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я отчту отца моего, а вы бесчестите меня». Если ты знаешь Библию, то обязательно монашествующие будут относить это знание только к помощи от сатаны. А вот незнание А вот незнание Библии, а еще лучше ненависть к ней, пренебрежение гибнущими, умение забиться в норку, по-пискариному. Это уж точно от Бога. Такая ямка в монашествующих мозгах долбится уже полторы тысячи лет. Бабушки буквально мрут от вида монашеской одежды. Монаха всегда чтили и кормили благодетели, везли обозы в пустыню. О чем жития не умолчали. Но стоит только, хотя бы шепотом сказать, что монашество такое Бог не устанавливал, и оно прямо противоположно евангельскому строению, ибо оно заблокировало проповедь в миру. О, как они сразу взерошатся! И куда их молчаливость и смирение одевается? С моим напарником и еромонахом так точно все и случилось, что описано в 19 томе в предисловии к 7 тому. До этого все было ладно и мило, а тут вмиг объявил всех еретиками и поволокся к старостильным грекам и ужасам подобным нет предела до полного умопомешательства. Стихотворение. Шли делегации к Христу и к Иоанну. Присматривались, сравнивали, тяжко сомневались. Не всем паломничества были по карману. Ловили слухи разные от благодати капли. Во свете дня при разговорах праздных шли к Иисусу, не таясь в пустыню. Потом распнут рови и вслух смешают с грязью. Не все, конечно, так, но может половина. Учение плотника в презренном назарете во многом не сходилось с тогдашним фарисейством. На каждый день в году везде одни запреты, и как устали все у ног Христа присесть бы. Жизнь кончится. Приблизимся к развязке. И будет ли желанный рай и царство? Старообрядческая тина, злоба в рязке, но кто-то все же чувствовал, что это все напрасно. Глухую ночь, таясь от самых близких, аудиенции добился трусливый Никодим. Почтение прихожан, как поп зализан, любого мог задвинуть, в глаза пуская дым. Христа учителем, признав и чудотворцем, все правильно сказал, не льстил и не сокрыл. Свои заслуги пальцем не уперся, учил других летать, а сам всю жизнь бескрыл. Рождением свыше потрясен до пят. Да как? Да что? Утробы маму вспомнил, как много мертвецов на литургиях спят, подобные бесчувственным столбам или колоннам. Нет ни воды, ни возрождения в духе, а духа Божия не в кисточке с елеем. В разбитых водоемах без благовестия сухом, тысячелетия без Библии о том не сожалеют. Ночь распласталась всюду, столетия бредут, на крестный ход с попами-мертвецами, и из епархии к Христу не правят путь. Слова Христа живых лишь потрясали. 27 ноября 2008 года. Все, так и на этом, как я понял.